Паническая атака Что такое паническая атака? Это необъяснимые, мучительные для больного приступы, тяжелые тревоги, сопровождаемые беспричинным страхом в сочетании с различными вегетативными, соматическими симптомами. Ну, какими, допустим, это, так сказать, с различными симптомами. Симптом это проявление. Кстати, мы давайте вот так вот, что такое симптом, узнаем для себя. Все какие-то иностранные слова и в них запутаешься, чтобы была ясность. Итак, симптом. Симптом один из отдельных признаков частного направления какого-либо заболевания, патологического состояния, патос, страдания. То есть, болезненного состояния или нарушения какого-нибудь процесса жизнедеятельности. Итак, значит, мы примерно выяснили. И еще хотелось бы сюда вбить. Это комплекс жертвы. Уже есть. Комплекс неполноценности. Уже тут идея есть. Ага. Комплекс неполноценности совокупных психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и иррациональной веры в превосходство окружающих над собой. Ну, тут комплекс неполноценности возникает вследствие разнообразных причин, таких как дискриминация, душевные травмы, свои собственные ошибки и неудачи. Вот это особенно свои собственные ошибки и неудачи и тому подобное. Значит, комплекс неполноценности существенно влияет на самочувствие и поведение человека. Итак, мы давайте начнем по порядку. Мы это все разобрали, как бы сказать, вот так вот наметили тему. А теперь мы с вами перейдем непосредственно к первому. Паническая атака. У моего близкого знакомого развился вот этот комплекс панической атаки. Комплекс панической атаки развился после того, как этот человек выпил воды. У него расстроился кишечник и дальше его, знаете, как понесло, расстроился довольно-таки здорово, что следующее. Вот эти все вещи проявились следующим образом. Ехал, значит, в автобусе и в автобусе захотелось ему в туалет. Здесь у него это, глаза на лоб, что, что, как, к водителю, высадите меня и так далее. Высадил там, в туалет там сходил. И после этого боязнь, боязнь возникла до того, что, ну, человек может обгадиться, выйдя из дома вне туалета. Он не успеет там добежать до туалета и так далее. Началось все это проявление вот этими, так сказать, признаками, что у человека глаза на лоб, он покрывается потом, здесь его все перехватывается, сердцебиение и так далее там и прочее, прочее, прочее. И это все уже возникла боязнь, боязнь того, что может вот это случиться. То есть, по-любому случаю прислушиваются, а как там у тебя с кишечником, а не будет, а надо сходить в туалет, прежде чем выйти, а это я не могу съесть, а вдруг это там будет и так далее и тому подобное. То есть, возникла такая вещь. Ну, потом наладилось пищеварение и все это, как бы сказать, прошло, но вот это вот осталось. То есть, значит, вот эта паническая, как бы сказать, имеющая, уже видите, имеющая причину тревожность, которая засела в сознании и которая начинает ваши внутренние физиологические функции, значит, коробить в зависимости от того, что, как. И, естественно, делает человека нездоровым. Расскажу о своих случаях. Действительно, это неприятные, неприятные вещи. И когда человек вот на этом всем зацикливается, это уже входит у него, бум говорит, в привычку, становится чертой характера, начинает его ослаблять. И в результате возникает какое-либо психосоматическое заболевание. Вот простая рекомендация. Вот в данном случае человек боится того, что он, ну, не успеет в туалет по-большому и наделает себе в штаны. Неприятно, да, неприятно все это, неприятно и так далее. Но, с другой стороны, если посудить, ну, да, особенно там среди людей и крайне неприятная вещь, но если к этому отнестись более по-простецки. А именно, ну, ладно, ладно, да, вот такое случилось, ну, случилось, что неприятно, ну, придется тебе просто хорошенько, значит, помыться, выстарать белье. Ну, и сделать кое-какие причины, кое-какие выводы из своего поведения. Что есть, что пить, заблагореленно сходить в туалет или нет, или еще. Чтобы вот этот комплекс не развивался. У меня лично было два случая. То есть не просто я вам рассказал. Случай первый. А я поехал в Сергеевый Посад и за Королевым, там обычно, ну, идет вот эта вот трасса, стоят вот эти вот отбойники на трассе, что машина не может свернуть или встать. И плюс огромная пробка вот эта вся там выстроилась, еле-еле едет. Я вроде бы выпил перед этим морковного сока, сходил в туалет, но все вроде бы нормально. Вот, сел, поехал, и тут чувствую второй выхлоп. Второй выхлоп, а ехать нигде не свернешь. Вот это там пробка от Королева и так далее. Ну и как? И так, и сяк, что делать, что делать? То есть вот именно действительно началась такая паника. А потом так спокойно, так, ну, будь что будет. И так себе така в штаны така, пом, наделал я себе в штаны. Благо, что эти трусы такими, знаете, как плавочки, так туда так она, бац, упала. И я еду. Я еду, доехал там, где заправка, где есть, значит, туалет. Зашел туда, ну, отмылся и все недолго. Второй раз был, это уже взрослый человек, второй раз было, это самый последний раз, это было на рыбалке. В Астрахани я, значит, ездил, тоже что-то там покушал, то есть все, пятое, десятое. Ну, думаю, я успею в туалет, значит, на лодке мы там плывем, уже возвращаемся с рыбалки, все. Все, успею, ну, что-то там, знаете, дотягиваешь, дотягиваешь, и тут немножко дойти до туалета, а не успеваю. Ну, что поделаешь. Опять в штаны наделал, долго я отмывался, зашел, естественно, в номер. Вот, отмылся, посушился, там, как раз холодное время года было, там, вдвое штанов пришлось сушить, но тем не менее. То есть, вот когда возникает вот такого рода паническая атака, то есть паническая атака всегда имеет какую-то причину, это очень важно. Ее необходимо уловить и просто-напросто потом себе разъяснить. Ну, тут в данном случае, ну, бывают такие случаи, ничего страшного. Ты потом отмылся, и все нормально, и у тебя ничего не остается. Но ты делаешь кое-какие выводы, чтобы этого в дальнейшем не случилось. И также можно все это далее просчитать. Вот, совсем, совсем свежий случай, это с американской гимнасткой. С американской гимнасткой Симона Бейзл. Симона Бейзл, вот она тут эта, черненькая такая. И она уже много лет сидит, как там, говорит, на каких-то там лекарствах. Типа антидепрессантов и так далее. Вот у нее там что-то там такое. Гимнастика – это спорт, который характеризуется тем, что ты находишься и на высоте, бревно, брусья, прыжок, да и вольные упражнения все эти, особенно в женской гимнастике, надо делать. То есть здесь просто-напросто обучившись и, ну, как бы сказать, отработав технику, тебе надо просто тупо их сделать спокойно все, там все уже рассчитано. И, как правило, элемент вот этой вот панической атаки, а вдруг получится, а вдруг не получится. То есть вот это все волнение, оно сбивает человека с нужного, так сказать, настроя. И в итоге вот идет какая-то запрограммированная ошибка, что вот где-то я тут должна ошибиться, и человек ошибается. И когда, значит, принимаются вот такие вот, я так понимаю, лекарства, как она принимала, то просто-напросто вот это все отключается. Это все отключается, и человек только, как они говорят, машина. Раз-раз-раз свои элементы сделал, свою программу сделал, все, без помарок, а остальные, благодаря тому, что они волнуются, вот они и теряют где-то. Где-то там не доскочили, где-то там не докрутили, где-то там не сохранили равновесие и прочее, прочее, прочее. И вот на этой Олимпиаде в Японию оказывается запрещен привоз этого лекарства. Нельзя его, надо там разрешение и так далее, и так далее. И у нее началась паническая атака. Она, когда еще, так сказать, принимала эти лекарства, значит, она выиграла там и соревнования, и стала там лучше, чтобы участвовать в индивидуальном там первенстве. Но они кончились, кончились, да. И первая же попытка уже, знаете, ее уравняла со всеми остальными, то есть волнение и прочее, прочее, прочее. И для нее вот эти вот лекарства явились вот своего рода как успокоительным средством. Хотя все это можно сделать вот так вот, растолковать себя, что ты там волнуешься, успокоиться. Но нет, первая же попытка, где она что-то там не так сделала, а как обо мне подумают другие люди, а еще что-то, а еще. И вместо того, чтобы, знаете, вот обычно, что такое спорт? Спорт это мобилизация, что-то не получается. Это и есть причина к мобилизации. Ты мобилизуешься, я же спортсмен, я же знаю. Вот этого отсутствует. И она снялась в соревновании. То есть, будучи на первом месте, она уже заранее отдала свою победу. Видите как? Паническая атака проявляется. Здорово, здорово. Акчара Годзина с праздником богатырь. История мамы, привет. Бать здорово. Бать здорово.